1 сентября 2004 года в школе номер один города Беслана обернулась страшной трагедией. Тогда, во время торжественной линейки, террористами было захвачено более тысячи заложников, среди которых оказались ученики школы, их родители и педагоги. В результате теракта погибло более 300 человек, в том числе и дети. 13 лет спустя, 1 сентября, в Рязани, в библиотеке имени Горького вспомнили жертв теракта. Это лишь первое мероприятие из цикла событий, посвященных борьбе с терроризмом. На патриотической акции присутствовали школьники, студенты, курсанты. И хотя многие из них не могут помнить того страшного времени, когда вся страна вместе с Бесланом переживала за жизни заложников, они понимают масштаб произошедшей трагедии. Кроме того, они не просто пришли на акцию, но и приняли в ней участие. Ребята прочитали воспоминания выживших в результате теракта. Слез не могли сдержать ни дети, ни взрослые. Ангелина, студентка первого курса музыкального колледжа, прочла воспоминания одной из учительниц. В спортивном зале я ухаживала за детьми, старалась их защитить. Меня не пугали угрозы быть расстрелями. Я добилась возможности выйти из зала и сорвала лепестки рост, свалявшихся повсюду букетов. Эти букеты родители приносили на праздник. Я незаметно раздала эти букеты детям, эти лепестки детям. Они желали их и тем самым хоть немного удаляли свою жажду. Я очень уважаю эту женщину, за которой читаю мысли, которые озвучиваю. Поэтому она, я не знаю, это действительно какое-то самопожертвование, самоотдача, безусловно, которая просто неописуемы словами. Гордость за то, что я могу это прочитать, рассказать людям. Цветы, игрушки и бутылки с водой, которой так не хватало заложникам. Все это приносили к школе в Беслане после теракта. Все это принесли участники акции «Помним Беслан» в библиотеку имени Горького. Также организаторы предложили всем продолжить фразу «Трагедия Беслана – это». «Это трагедия, которую невозможно забыть. Это горе и слезы всего мира». Такие слова оставляли ученики рязанских школ, которые в этот праздник выходили из зала библиотеки со слезами на глазах.